Следовать путем воина все равно, что без отдыха взбираться по отвесной скале. Этот путь требует полной и безусловной отдачи. Так говорил основатель Киокушина Сосай Масутацу Аяма и сам следовал этой заповеди до конца своих дней. Он родился в южнокорейской деревушке 27 июля 1923 года. С 9 лет увлекся единоборствами. Начал с китайского кемпа 18 рук, позже занимался дзюдо, боксом, окинавским карате. В конце 40-х, после победы на всеяпонском турнире по карате, Аяма решил полностью посвятить себя этому виду боевого искусства. На целых три года он отдалился от людей в горы, где занялся тренировкой тела и духа. В любых видах деятельности, когда человек полностью себя отдает и проходит через физическое и духовное очищение, он становится переоткрывателем каких-то ноу-хау, которые появляются у нас в мире для человека. Также вот ему ситуация Аяма была тем человеком, который через физическое, духовное свое воспитание, чрезмерное, нашел путь и создал вот такую карате Кюкшенкай. Удивительные методы боя, способность одним ударом отрубать рога быкам быстро принесли популярность карате Аямы как внутри Японии, так и за границей. Но основной изюминкой стала не небывалая сила бойцов, а глубокая философия этого боевого искусства, серьезно отличавшая его от других. Его философия, опять же, Кюкшена, она говорит о том, что нету различной между всеми людьми планеты, как, так сказать, конфессионально, так же по расовым, и основные, значит, все споры, все должно решаться на татаме, целевизованным путем. Эта философия отозвалась в сердцах многих людей из-за своей своевременности. Поколение, пережившее Вторую мировую, хотело мира. Кроме того, школа Кюкшена, в отличие от многих восточных школ боевых искусств, была открыта для всех желающих. К сожалению, после смерти мастера многие из его последователей стали забывать об основных принципах, поставив во главу угла политику, деньги и личные амбиции. А само единоборство уступило в популярности более жестким и агрессивным, в частности, ММА. Спортсмены стали товаром для коммерческих промоушенов. Многие школы каратэ Кюкшенкая пошли по тому пути, что они своих учеников пытаются туда продать. Мы же создали Международный союз Кюкшенк-Профи и пропагандируем следующее, что мы, наоборот, как и многие виды спорта, сделали профессиональную нишу. И хотим именно показать уже на более высоком профессиональном уровне, высокий уровень мастерства как физического и так ментального понимания, что такое воинское искусство. Сохранить принципы, заложенные в каратэ Масута Цуайяма, Союз старается, воспитывая спортсменов на примере самого основателя Кюкшена. Биографию Сосаи юные каратисты начинают изучать с 10-го Кюкшенка. Мы отмечаем его день рождения. У нас есть памятная тренировка, посвященная Масута Цуайяма, где мы заостряем внимание, говорим, почему это мы проводим, что он благодарен своему учителю, основателю этой школы, и вот также объясняем, почему он благодарен. Ну и у нас уже много лет проводится боевой марафон, это в честь дня рождения Масута Цуайяма, мы проводим 50 кумиты. Такие марафоны позволяют развивать морально-волевые качества спортсмена и укрепляют силу духа тогда, когда тело уже готово сдаться. Масута Цуайяма Масута Цуайяма Масута Цуайяма Масута Цуайяма Масута Цуайяма